Итак, меня зовут Анетта, я ученица, точнее уже не ученица 11 класса 24 гимназии имени Ивана Андреевича Крылова. Мой результат по ЕГЭ это 80 баллов по математике. Что я почувствовала, когда увидела результаты? Ну, у меня были очень смешные чувства на самом деле. Вначале я увидела и очень сильно расстроилась, думала, ну как так? Ну я хотела на 90 плюс написать, я же не могла решить единственное, что параметр и все. Но потом я начала спрашивать у своих друзей, одноклассников их результаты, и мне начали говорить такие цифры 56, 68, и я такая сижу такая, ну 80. Вот, прошло какое-то время, я узнала уже практически все результаты, поняла, что у меня самый высокий результат из моей школы, меня это очень сильно порадовало. Конечно, меня расстроило, что у меня не самый высокий результат из моей группы, но все равно, мне кажется, это неплохо. Так, дополнительный месяц прошел ли во благо? Последний месяц был просто нереально тяжелым. Казалось, что просто уже мир куда-то не в том направлении катится, ты уже начинаешь перегорать, и вся твоя продуктивность начинает снижаться. Просто берет и в какой-то момент резко начинает снижаться. И ты сидишь и думаешь, что делать, вот давить на себя, чтобы вот последний буквально месяц остался до ЕГЭ, и вот чтобы прям получить хороший результат, либо дать себе немного отдохнуть. И это прям дилемма, которая, мне кажется, мучает каждого ученика, даже которому не переносит ЕГЭ на месяц. Но в любом случае, лично для меня этот месяц прошел ужасно, потому что я рассчитывала на то, что вот я отдохну, закончится в мае, вся школа, я сдам ЕГЭ, и все, пойду летом отдыхать спокойно, так сказать, переваривать все, что со мной произошло за все эти 11 лет, и жить спокойной жизнью. Но, к сожалению, это не получилось. А как проходили занятия на курсах? Ну, больше всего мне нравилось начало занятия, когда Илья разные задачки нам задавал, интересные, на логику. Некоторые были с подвохом. Но, к сожалению, очень много раз я опаздывала на занятия, и именно из-за этого пропускала эту самую интересную часть. Но, однако, меня совершенно очень радовали занятия, потому что они были интересные, наполненные, и Илья очень интересно и понятно все, главное объяснял, главное понятно. Плюс ко всему, вот есть одна история, моя учительница в школе, она у нас с пятого класса преподавала математику, и каждый раз, когда я придумала какое-то новое решение задачи, она просто брала, перечеркивала и ставила мне двойку, и говорила, так нельзя. Я говорила, ну, ответ же, тот же. Она говорила, нет, это не то решение. С тех пор, хотя я очень сильно любила математику, с тех пор я ненавижу свою учительницу по математике. Однако, я все думала, как же так сделать. Моя любовь к математике как раз продолжилась с помощью занятий, которые вот я прозанималась, на которые я ходила весь этот год. И реально спасибо большое Илья за то, что принимали все мои решения и говорили, что правильно, что неправильно, при этом не говоря о том, что нет, такого решения не может быть. Наоборот, говорили, что такое может быть, и мне это очень сильно радовало. Мне нравилось на занятиях практически все. Даже когда занятия были дистанционные, все равно это было очень весело. Даже хоть иногда я и отключалась, когда были дистанционные занятия, просто аккуратненько пивала кофейку рядышком, сидя с компьютером. Но все равно это было очень увлекательно. И я получала настолько много интересной информации, которую иногда даже не успевала переваривать, что мой мозг как минимум просто кайфовал от этого, и я сама от этого кайфовала. Может быть, разбить детей еще на более узкие группы и сделать по три человека группу, например, и чтобы прям по уровням прослеживалось. То есть, например, когда я была с ребятами из начальной группы в начале года, мне было не то, что скучно, но просто очень легко с ними. Я достаточно быстро усваивала материал, и я, наоборот, очень долго выражевывала. А мне это было не нужно. Но потом, когда я перешла в более сильную группу, я, наоборот, долго не успевала. Поэтому мне нужен был какой-то среднячок, которого не было. Хотя, я думаю, все равно мне на пользу это пошло. Так, самый полезный совет, который ты получила от меня. Да, слушайте, много полезных советов. Мне мемы понравились очень. Вот я, как увидела мимо себе, тоже наклеила перед ЕГЭ, постоянно читала. Теперь я точно знаю, сколько 125 минус первой степени будет. Ну, то, что нужно распределять свое время на экзамене, если что касаемо экзамена. Потому что, вот я помню, я пришла, я смотрю на все издания, и тут я понимаю, что все, вот, меньше четырех часов у меня есть на все это. И я, кстати, даже ни разу в туалет не вышла. Хотя у меня с собой шпаргалки были. Но я не вышла в туалет, потому что просто не было времени. Хотя отдыхать один раз я вышла все-таки в шоколадку поесть. Это тоже надо отдыхать. Еще очень важный совет. Вы говорите постоянно, надо отдыхать. Я тоже так считаю. Что посоветуюсь будущим выпускникам? Я посоветую не перегорать и не трудиться, не покладая рук просто каждую секунду. Отдавать какое-то время для самого себя, для своего развития, не только в сфере ЕГЭ и поступления. Плюс ко всему просто отдых нужен иногда, лучше часто, чтобы просто сохранять вот эту продуктивность. Вот как я сказала, когда отвечала на вопрос про дополнительный месяц, я перегорела в этот месяц. И многие выпускники, мне кажется, вот как мои друзья некоторые, они тоже перегорают именно из-за того, что слишком усиленно готовятся, слишком усиленно тратят все свои силы, и у них просто на экзаменах ничего не остается. Поэтому просто нужно отдыхать. Как относишься к ЕГЭ? О, это очень долгий разговор. К ЕГЭ отношусь, мягко говоря, не очень. Я не считаю, что ЕГЭ это хороший показатель знаний. ЕГЭ это просто система, которая показывает, как ты хорошо нарешал тесты, которые она предлагает. Больше ничего интересного в ЕГЭ нет. Я бы оценила ЕГЭ, если бы, например, добавили по типу девятнадцатых задач, только побольше таких, например, математики, которые были бы просто разнообразны, как на олимпиадах. То есть что-то новое, что-то интересное, что-то такое, что заставляет человека подумать, а не просто вспомнить, каким же способом я решала эту задачу, интересно. Мои планы на ближайший год. Ну, вот сейчас уже, наверное, мне прошли результаты по творческому конкурсу для моего поступления. Так что я планирую поступать в университет, начинать учиться. Потом я сейчас развиваю свой Инстаграм и просто свои социальные сети, себя как личность продвигаю. И я надеюсь, что в будущий год мне удастся еще больше добиться успеха в этих сферах и просто найти, еще больше найти себя в этом мире. Вот. А еще спасибо ЕГЭ большое за эти занятия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.